ПЕСНЯ 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 Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века? Сегодня мы продолжим наш разговор об антихристе и лжепророке, о политическом и религиозном лидерах, которые, согласно Библии, возглавят мировое правительство последнего времени. Политическим лидером будет антихрист, а духовным — лжепророк. В прошлый раз мы изучили 12 библейских признаков, по которым мы сможем узнать антихриста. Давайте продолжим наше исследование. Признак номер 13 обозначен в Данила 11.37. «И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех». Как видите, он будет весьма эгоистичным лидером. А вот ключевая фраза. «Желания женщин он не уважит». На основании этого отрывка многие люди решили, что антихрист будет гомосексуалом. Это не исключено, хотя, скорее всего, эта версия ошибочна. В чем, согласно Библии, состоит суть традиционного женского желания — быть матерью, иметь детей. Каждая женщина рано или поздно говорит, «Хочу ребенка». Это естественное женское желание. Библия полна примеров женщин, которые молились о том, чтобы им забеременеть. Они сильно хотели иметь детей. Нам известно, что мировое правительство будет стремиться к тому, чтобы иметь контроль над рождаемостью. В Китае, например, жизнь построена по правилу «одна семья — один ребенок». Китайцам разрешается иметь не больше одного ребенка на семью. Вполне возможно, что антихрист сделает политику одного ребенка всемирной. Мы не смеем говорить об этом с полной уверенностью, однако отрицать такого поворота событий тоже не можем. Признак номер 14. Библия говорит, что число его имени — 666. Об этом сказано в Откровении 13, 18. «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его — 666». Человек сообразительный, пусть вычислит число зверя. Его число — 666. Я сомневаюсь, что на руку или на лоб будут ставить клеймо 666. Писание говорит, «Тот, кто наделен разумом, пусть высчитает число зверя». В Откровении 15, 2 сказано, что это число его имени. Мы подробно коснемся этой темы на уроке, посвященном клейму зверя. Сейчас же нам достаточно запомнить, что имя Антихриста будет одним из факторов, по которому мы его узнаем. Каким-то образом, сумма его имени будет составлять 666. Еще одной отличительной чертой этого мирового правителя будет его тесное сотрудничество с религиозным партнером. Самый влиятельный религиозный лидер на Земле будет поддерживать Антихриста и убеждать весь мир следовать за ним. Этого человека Библия называет лжепророком. В Библии написано, что посредством великих чудес и огня с небес он будет внушать миру следовать за Антихристом. Как мы уже говорили, союз Антихриста и лжепророка будет союзом мирового политического лидера и мирового духовного лидера. Антихрист и лжепророк будут действовать в паре. Об этом однозначно говорится на страницах Писания. Лжепророк будет всячески поддерживать Антихриста. Антихрист уже в пути. Вскоре он будет явлен. Вне сомнения, он уже среди нас. Если мы будем изучать пророчества и следить за происходящими событиями, то мы непременно его узнаем. Давайте теперь перейдем к личности лжепророка. Если помните, я сказал, что первые восемь стихов 13 главы Откровения описывают Антихриста. А уже с 11 по 15 стих мы знакомимся с религиозным партнером Антихриста, лжепророком. Лжепророк будет самым знаменитым и популярным религиозным лидером на всей планете. При помощи своего влияния и авторитета он будет внушать людям, что новый мировой порядок — это хорошо. Он не будет называть мирового диктатора Антихристом. Он будет называть его Божьим посланником. Он не будет называть его зверем, человеком греха или сыном погибели. Наоборот, он будет превозносить его, возвеличивать и призывать весь мир идти вслед за ним. Прочитаем Откровение 13, 11. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. У первого зверя было семь голов и десять рогов, а у этого зверя два рога, как у ягненка, но говорил он, как дракон». Это парадокс, потому что в библейском контексте ягнята всегда представляют что-то доброе. Сам Иисус Христос был назван агнцем Божьим, который несет на себе грех мира. Второй зверь выглядит, как ягненок, однако его внешность весьма обманчива. С виду он, как ягненок, но разговаривает он, как дракон. Кого Библия называет драконом? В Откровении 12.9 драконом назван древний змей по прозванию «Дьявол и Сатана». Итак, он выглядит, как Иисус Христос, но разговаривает, как дьявол. Он пророк, но он лжепророк. Лжепророк увлечет весь мир за Антихристом. Об этом написано в следующих стихах. Он действует перед ним со всею властью первого зверя. Он будет могущественным. Благодаря своему религиозному влиянию он завоюет всеобщее уважение и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так, что и огонь не сводит с неба на землю перед людьми. Только представьте себе, самый влиятельный религиозный лидер. При помощи телевидения весь мир наблюдает за тем, как он сводит огонь с небес. В Библии написано, что посредством великих чудес и огня с небес он будет внушать миру следовать за Антихристом. Как отреагируют люди, когда собственными глазами они увидят, что человек не сводит огонь с небес. Кто-то будет рыдать, кто-то упадет на колени, а кто-то возрадуется и пустится в пляс. Это великолепно! Бог посетил землю, но это будет волк в овечьей шкуре и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю. Как же нам защитить себя от обмана лжепророка? В Библии есть ответ. Послушайте, что там сказано. «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них, иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Не имеет значения, какое кто совершил чудо. Только Бог совершает подлинные чудеса. Библия говорит, что лжепророк будет обманывать людей посредством лжечудес и лжезнамений. Вот почему так важно изучать Библию и понимать Божье Слово, чтобы отличать правду от лжи, истинного пророка от ложного. При помощи огня с небес лжепророк завоюет всеобщее признание, которое он пустит на то, чтобы выразить поддержку мировому правительству, глобализации, новому мировому порядку и главе этого порядка, антихристу. Кто-то спросит, «А откуда вы знаете, что второй зверь — это лжепророк?» Ведь в Откровении 13 об этом нигде не сказано. Чтобы разобраться в этом вопросе, нам придется изучить контекст. «И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». Это не что иное, как описание деятельности лжепророка. «Чудесами, которые ему будет дано совершить во имя зверя, он обманет жителей земли. Он скажет им, чтобы они воздвигли изображение зверя и следовали за ним». В Откровении 19.20 мы читаем конкретное описание лжепророка. «И схвачен был зверь, и вместе с ним ложный пророк, который сотворил перед зверем знамение и обманул тех, кто получил печать зверя и поклонялся его изображению. И тот и другой были брошены заживо в озеро, горящее серой. После возвращения на землю, сам Иисус Христос бросит и антихриста, и лжепророка в озеро Огненное. И схвачен был зверь, и вместе с ним ложный пророк, который сотворил перед зверем знамение, и тот и другой были брошены заживо в озеро, горящее серой». Продолжим наше изучение личности лжепророка. Прочитаем Откровение 13.15. «Ему дано было вдохнуть жизнь в изображение зверя, чтобы это изображение говорило и убивало тех, кто не поклонялся изображению зверя». Это указывает на то, что лжепророк будет главным зачинщиком Великой Скорби. В Писании сказано, что лжепророк будет заставлять всех людей поклоняться образу зверя. Когда лжепророк будет призывать весь мир к поклонению антихристу, на самом деле он будет призывать людей к поклонению сатане. Он будет причинять смерть всем, кто откажется от союза с мировым правительством и не присоединиться к мировой религии. Он сделает так, чтобы все, которые не поклонятся образу зверя, были убиты. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя или число имени его. Антихрист и его мировое правительство будут требовать от всего мира покорности и лояльности всемирной религиозной системе. Чтобы подчинить себе человечество, они дадут право купли-продажи только тем, кто присягнет на верность их системе. Мы уже знаем, как это работает на практике. В некоторых странах, например, без внутреннего паспорта нельзя устроиться на работу. Скажите, а что может сделать безработный? Что он может купить или продать? Мы знаем, что в Америке уже сформулирован законопроект, согласно которому каждый человек должен будет иметь национальное удостоверение личности, без которого нельзя будет работать. Так что для того, чтобы навязать свой новый мировой порядок и религию, они пустят в ход экономический бойкот. Между антихристом и лжепророком будет полное согласие, что очень понравится миру, который в их гармоничном союзе усмотрит путь к миру и безопасности. С введением таких чрезвычайных мер воздействия начнутся три с половиной года, которые Библия именует «Великой скорбью». Помимо всего прочего, на основании Откровения 16, 13 лжепророк убедит мировых правителей напасть на Израиль. Этот лжепророк будет противником Израиля. Вот что написано в Откровении, глава 16, стихи 13 и 14. «И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам». Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в он и великий день Бога Вседержителя. Представьте себе эту картину. Из пасти дракона, из пасти зверя и изо рта лжепророка выходят три нечистых духа. Что это все значит? Мы уже знаем, что уста Антикриста будут говорить о Великом. Этот отрывок говорит о том, что все они будут искусными ораторами, которые склонят на свою сторону всю землю. Вам, наверное, доводилось слышать выступления, которые вызвали у вас слезы, или наоборот, неудержимый смех. Вот вам и сила красноречия. Итак, из их уст выходят духи, которые будут контролировать человечеством. Эти духи будут выходить из пасти дракона, из пасти зверя и изо рта ложного пророка. Это духи демонов, совершающие знамения. Они отправятся к царям всей земли, чтобы собрать их на битву против Израиля, битву Армагеддонскую, в Великий День Всемогущего Бога. Прочитаем стих 15. «Сей дух, как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему на гимн и чтобы не увидели срамоты его». А теперь стих 16. «И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон». Антихрист и лжепророк вместе постараются настроить мировых лидеров против Израиля, что впоследствии приведет к Армагеддонскому сражению. Давайте сейчас кратко повторим самые важные детали, которые проливают свет на будущее событие. Помните, что все, о чем мы говорим, обязательно произойдет. И не в каком-то далеком будущем, а уже в ближайшее время. Я не могу с точностью сказать, когда, но это не за горами. Помните, что у руля Священной Римской империи всегда стоят два лидера — политический лидер из Европы и духовный лидер из Рима. Духовный лидер всегда был из Рима. Это все началось в 800 году, когда Папа Лев III короновал Карла Великого, который был из Германии. Папа Римский всегда считался духовным лидером Священной Римской империи. Священная Римская империя последнего времени будет такой же. Антихрист будет политическим лидером, а лжепророк — духовным. Кто будет Папой во времена Антихриста, тот и будет лжепророком. Не спешите сердиться на меня за это высказывание, потому что даже католические пророчества указывают на то, что их самый последний понтифик будет злым. Об этом я лично узнал из разговоров со многими моими римно-католическими друзьями. Я бы не мог этого выдумать, они сами рассказали мне об этом. Я помню, как во время одной встречи с моими католическими друзьями я спросил, «Слышали ли вы когда-нибудь о приходе злого Папы Римского?» Один мой товарищ тут же ответил, «О да, монашки рассказывали нам об этом, когда я учился в восьмом классе католической школы». После того разговора я приступил к тщательному изучению этого вопроса и обнаружил, что многие католики твердо верят в приход злого понтифика. Так что сами католики согласны с тем, что последний Папа Римский, который будет у власти во время Антихриста, будет лжепророком. Позвольте рассказать вам о святом Малахии. Он был католическим архиепископом в XI веке. Он был архиепископом Армы в Северной Ирландии. Он утверждал, что имел видение о будущих Папах, начиная от его времени и до пришествия Христова. От времени Малахии и до самого конца он увидел и описал 112 Пап. Согласно его описанию, последний Папа Римский будет злым, а во время его правления «Рим будет разрушен». Это сказал святой Малахия. Это все было записано в книге, которую поместили в римский архив и о которой забыли на сотни лет. Печатных станков тогда не было. Воспроизведение книг стоило дорого, поэтому манускрипт оставался в архиве до изобретения печатного станка. После появления печатного станка книгу напечатали в нескольких экземплярах. Изначально видение Малахии не произвело особого впечатления, однако с приближением к 112 Папе Римскому интерес к книге возрос, и ее стали печатать в большом количестве. К тому времени католическую церковь возглавлял 110-й по счету Папа Иоанн Павел II. Прежде, нежели мы продолжим разговор о Папах Римских, я хочу обратить ваше внимание на то, что пророчества Малахии о разрушении Рима во время правления последнего понтифика полностью согласуются с Библией. Библия говорит о тайне Вавилон, который назван городом на семи холмах. Город на семи холмах — это и есть Рим. Библия предупреждает, что Вавилон будет разрушен. Писание говорит так «Пал, пал, пал Вавилон». Согласно Библии, падение Вавилона будет результатом великого землетрясения. Об этом же говорится и в пророчестве святого Малахии. Я не могу сказать вам, насколько правдоподобны предсказания святого Малахии, однако я не могу отрицать того, что они совпадают с библейскими пророчествами. Когда 110-й папа Иоанн Павел II был на смертном одре, многие люди вспомнили пророчество святого Малахии. Малахия не только указал на количество понтификов, но каждому из них дал короткое описание. Предпоследний папа римский описан следующей фразой «От славы Аливы». Это очень интересное описание. Когда папа Иоанн Павел II приближался к кончине, журналист из Индии написал на эту тему статью. Автор статьи обращается к высокопоставленным духовным лицам и просит их не выбирать в папы того, кто имеет хотя бы самое малейшее отношение к Аливе, потому что, по его мнению, фанатики, которые ожидают конца света, начнут вопиять, что конец близок и что после нового понтифика будет еще только один. Кардиналы отправились на совещание и очень быстро избрали нового понтифика, кардинала Йозефа Ротцингера из Германии. Традиционно, сразу после своего избрания, новый папа римский выбирает тронное имя, под которым он будет править. Последние несколько веков папы стараются выбрать имя в честь представительной череды своих предшественников. Среди традиционных частотных папских имен Пий, Иоанн и Павел. 15 из предшествующих пап носили имя Бенедикт. Йозеф Ротцингер решил называться Папой Бенедиктом XVI. Всем стало интересно, почему он выбрал именно это имя. Многие люди выдвигали разные версии. Если посмотреть на самого первого Бенедикта, благодаря которому это имя приобрело популярность, то мы увидим, что он назван покровителем Европы. Кроме всего прочего, он был основателем монашеского ордена бенедиктинцев. У ордена Святого Бенедикта есть ответвление, мужской монашеский орден оливетов. У них есть свой герб. Что же изображено на этом гербе? Что у них за символ? Оливковые ветви. Постойте, но в XI столетии фразой «От славы оливы» святой Малахия описал предпоследнего Папу Римского. Означает ли это, что следующий понтифик будет последним? Последнего Папу Римского святой Малахия назвал Петром Римлянином. Это имя является ключом к разгадке. Что это значит, никто толком не знает. Однако нам известно, что до сих пор никто из пап не смел называться Петром, потому что католики считают, что апостол Петр был первым папой римским. Апостола Петра так сильно почитают, что до сих пор никто из понтификов не назывался его именем. Может ли быть такое, что последний папа решится назвать себя Папой Петром Вторым? Лично я не знаю, но обратите внимание на следующее описание. Петр — римлянин. Так как пророчество святого Малахии нельзя ставить на одном уровне с Писанием, мы не можем полностью на них опираться. Я лишь передал вам, что он написал и что говорит Библия. По-моему, в настоящее время все становится на свои места. Нам остается только ожидать и наблюдать. «И увидел я зверя и царей земных и воинство их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил, принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящие серою». Итак, Писание говорит о том, что после возвращения на землю Иисус Христос схватит Антихриста, политического лидера мира, и лжепророка, духовного лидера мира, и бросит их в огненное озеро. После этого мы провозгласим Иисуса Христа царем царей и Господом господствующих, и тогда начнется его царствование. Лично я верю в то, что и Антихрист, и лжепророк уже находятся на земле. Все пророчества сходятся в одну точку и указывают на то, что скоро эти лидеры будут явлены миру. Мы пока не знаем, кто Антихрист, а кто лжепророк, но это всего лишь вопрос времени. Все мы должны понять, что мы живем в небывалые времена. Мы все должны приготовиться ко второму пришествию Христа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok